Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов от Нинецкого округа дали большое интервью журналистам местных СМИ. Когда первые эмоции остались позади и стало ясно, что впечатления о глобальном мировом событии останутся на всю жизнь, делегаты начинают использовать полученные опыты знания в практической плоскости. Первыми планами участники поделились в студии телеканала «Север». Аж мурашки по коже, потому что на самом деле не верится, что ты был там, потому что там такая энергетика бешеная. Им посчастливилось стать очевидцами события, которое войдет в мировую историю. Прежде чем попасть на фестиваль, эти ребята прошли несколько этапов отбора. Первое, самое важное – регистрацию на сайте Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Затем – собеседование в региональном комитете подготовки. Здесь из 49 желающих по специально разработанным критериям комиссия отобрала 27 человек. Но самый серьезный отбор ждал их впереди. Кто именно поедет на фестиваль, решалось в Москве. Мы понимали, что это не окончательные списки, что решения будут все равно не за нами, потому что отбор проводило сразу на уровне Российской Федерации несколько организаций. Во-первых, в рамках безопасности это были ФСО и ФСБ. Затем отбор помимо этих органов проводил. Естественно, мы знаем, что фестиваль, организатор фестиваля во всем мире и всех фестивалей – это Всемирный союз демократической молодежи. И российское отделение вот этого союза проводило отбор, смотрело участников и отбирало. И плюс еще организации, без которой отбор не проходился – это был Национальный подготовительный комитет, а также дирекция фестиваля. После тщательного отбора всеми контролирующими организациями сформировались окончательные списки делегаций Нинецкого округа. Помимо 14 участников, отобранных по квоте региона, в Сочи отправились три экспонента, которые на протяжении восьми дней представляли выставку Нинецкого округа, а также три волонтера, принявшие участие в организации фестиваля. Еще два представителя региона участвовали в фестивале от двух организаций – Общероссийского народного фронта и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Каждый день в Сочи проходило порядка 240 мероприятий по различным направлениям. По словам самих ребят, опыт и знания, полученные на фестивале, применимы на практике, на благо региона. Тамара Сидей, педагог экономических дисциплин, дважды лауреат премии президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи, принимала участие в площадке экономика и предпринимательства, слушала лекции Германа Грефа, действующих и успешных предпринимателей. Они пытались мотивировать, пытались говорить о том, какой должен быть результат от твоего предпринимательства, с какими ты столкнешься рисками, какие возможности у тебя открываются, и так далее, и так далее, можно перечислять бесконечно. Я как преподаватель это все впитывала, потому что предпринимателям, ну я так думаю, что я вроде как не хочу становиться, чтобы потом это перенести информацию, вот как я уже сказала, своим учащимся, учащимся, и потом, возможно, они станут предпринимателями, и я с гордостью скажу, что вот я первая, кто заложила, скажем, это зернышко в их деятельности. Александр Терлецкий, известный общественный деятель, руководитель регионального общественного движения «За здоровый образ жизни», организатор фестиваля силовых видов спорта «Сила Заполярье», принял участие в площадке спортивной направленности. Фестиваль еще сильнее укрепил желание развивать в Нинецком округе национальные виды спорта, рассказал Александр. «Появились, конечно же, знакомства, сейчас я общаюсь уже и с Нинецкими, и с Ханты-Мансийскими кругами, и с Коми, то есть там, где это уже хорошо все развивается, там уже все есть. Я вот сейчас хочу тоже заниматься вот этим видом спорта, национальным видом продвигать, и я думаю, что мы в рамках нашего фестиваля даже «Сила Заполярье» будем делать такой национальный оттенок. Сейчас это уже в мире есть такая общая тенденция, чтобы делать традиционные национальные виды спорта». Это лишь несколько примеров того, как фестиваль мотивирует его участников, а как повлияет на дальнейшее развитие профессиональной и общественной деятельности, увидим позже. Результаты не заставят себя ждать, уверяют участники фестиваля. Ирина Цебетова, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».